МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Головная подиа Гомель с чиноватчима корреспондента у телерадо-компании Гомель. У студии Наталья Гнатенко. Доброй ранецы. У Гомеля с официальным визитом находятся члены делегации Министерства по надзвычайных ситуациях Российской Федерации и Республики Крихистан. А так само Министерство внутренних справ Республики Казахстан. Сегодня разом с беларускими коллегами они примутю делу посяджение объединенного науково-техничного совета вратовальных ведомств Украин у дельниц Евразийского экономичного союза. Усе подробязности у наших наступных выпусках новинов. Прадприемства Гомельщины займаются освоением новой продукции и выходят на новые рынки. Основная проблема, связанная с этим процессом – необходность снижения выдатков и повышения конкурентно-здольности товаров. Як непросто выжить, а ле стабильно развиваться у сучасных экономичных умовах, потекавился Олег Сентероу. Гомельский завод «Литя и Нормалев» працует уже в больших 30 годов. Починали с излучайных заклепок для тагочасной сельскохозяйственной техники. Зараз вырубляют баловно-уборочные комбайны и обсталевания для атомных станций. 135 гектаров территории и больших 20 вытворчеств. В середине 80-х Гомельский завод «Литя и Нормалев» будавался за размахом. Был повинен был працевать на весь Советский Союз. После развала СССР рынок значно скоротился. В последние часы додались новые проблемы – падение курсов валют у основных партнеров, снижение покупной издольности и, как выник, по опыту на продукцию гомельчан. Компенсовать страты вырешили за курс освоения новой продукции, причем одразу комплектующих для атомных станций. Пришлось, правда, прости широк узгоднений и отремонения необходимых сертификатов. А ле на предприемстве «Перекананы» тут зарабили правильный выбор. Освоение производства муфт и контргаек для строительства атомной станции. Республики Беларусь. Мы на сегодняшний день освоили производство этой продукции, сертифицировали ее в Республике Беларусь и в Российской Федерации. Заключили уже договора с девятью строительными организациями Республики Беларусь и Российской Федерации. Ушук новых партнеров выявил и еще одну проблему. По якости и кошти наша продукция часом вельми значно заступает замежным аналогом. В акционерном товаристве «Гомельбуд» материалы кажут, что навод на сучасном замежном обсталевании продукционность працы у гомельчан у полтора два раза ниже, чем на аналогичных предприемствах той же Германии, например. Сердопрымаемых мер, модернизация в творчестве и повышение прессийного узровня работников. Мы уже дошли до того, что где-то можем и в первые страны Европы, такие как Австрия, такие как, допустим, Швеция, Финляндия, поставлять свою продукцию. Правда, к сожалению, мы не в больших количествах, но мы поставляем продукцию. Это говорит о том, что она сегодня высокого качества. Яшчедин на керунок по повышению конкурентно-здольности отчинной продукции импортозамещения. Шматы, которые комплектующие, как высветляется, можно без проблем выраблять и на местовых предприемствах. Тем больше, что их могутности часто недозагружены. И это не один плюс кооперации субъекта господарения, которые ранее никак не сопротивляли. В первую очередь, чтобы найти работу для своих предприятий района. Это в целом удешевит стоимость. Или нам привезти продукцию, образно говоря, из Минска, или все-таки у себя на территории, где это будет заключаться в расстоянии 3-4 километра. Те же самые затраты гораздо уменьшаются. Поэтому как из экономической, так и из внутренних интересов района, города и области будет использоваться именно такая кооперация. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, телерадо «Компания Гомель». Про перспективы развития Чигуночного района Гомеля поди размова сёня у программе «Дыялог» телерадо «Компания Гомель». Гостем студы станет керавник администрации района Виталь Уткин. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» у 18.01.5 хвилин. Онлайн-трансляция доступна на сайте www.tvrgomel.by. Свои пытания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона промога эфиру «Гомели» 77 68 45. Пытание травматизму застаётся актуальным во все часы для усіх предприемствов. Як сёння вядзеться дейность по стварэнні належных умов працы на адным з найважнейших предприемствов обласного центра «Гомели Абл Аутотранс»? Проверили процтауніки Гомельска обласного об'яднання профсоюзау. Автобусный парк номер 6 гэта больше за тысячу человек персоналу, ад яких залежить життю и безпека 40% пассажиров городского транспорту. Усуке життюляється більш за две тысячи рейсов. Справнасть техники, узробень подрыхтулки водителю и часом навыто их самоотшування. У этой справи пероликоу не повинно быть ниде. Як же всё организовано на самой справе оценила комісія Гомельска обласного об'яднання профсоюзов. К великому сожалению, показатели не в нашу пользу. Исходя из этого, наверное, настало время предметного жёсткого разговора и ответа на конкретные вопросы. Почему? И всё ли мы сделали для того, чтобы создать нормальные условия для труда людям и одновременно спросить всех, кто должен это делать. В минулом году у автобусного парка номер 6 отбылся один смиротный выпадок. 22-годовый слесар опынулся затиснутым помеж стяной и автобусом. После трагеды на предприемстве была переглядена нормативная база по хове праций и унесены новые потребования. Дополнительно, скажем, для стимулирования работников у нас было разработано и внедрено положение осмотра конкурса по охране труда и культуры производства среди структурных подразделений. Итоги этого конкурса ежегодно подводятся в конце года. Принятые меры приносят свои выники. В этом году выпадков травматизму на предприемстве допущено не было. На сегодня автобусный парк номер 6 зарекомендовал себе, как один в области, где организованы постоянные занятки по хове працы. Некольки разов в день супрацовники проходят медицинский огляд. Для контроля за транспортом на линии укоранена сподорожниковая система навигации. Дякуючи ей, можно отсучивать любую информацию. Починаючи от дорожных транспортных сдарений, заканчиваючи тем, кольки секунд автобус стоять на конкретном припынку. Разом у всех этой меры дозволяют системе городского автобусного транспорта працовать без перабойна. Так, за пошний час поломки автобусов и взрыва у рейсов зафиксовано не было. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». З нагоды Международного дня студента и недыходящей годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников у областном центре отбылся урочистый митинг. Он был организованный для помника героям-камсомольцам, что у Сталяваны у гонор молоди, якая загинула у боротьбе с ворогом у годы Великой Айчинной войны. У мероприемствия приняли у дел представники городской улады, громадских организаций, выкладчики университетов и каля 600 студентов. Кожными умакчымасть выказать падяку и дать данину поваге героям-камсомольцам, которые проявили высокую мужность и самоданность у боевых денег на территории Гомеля. Яны загинули у молодым узросте и не смогли у полной меры познать радости студентского життя. Но здесь не ля великий подвиг, подаривший эту умакчымасть многим поколениям после себя. У дельники митингу склали вянки и кветки до мемориала, ушановавши память гэтых юных героев войны, бо сучасная молодь павинна об'их ведать и памятать и быть захавальниками героизму и мужности наших протков. У адрес присутных студентов подчас мероприемства прогучали слова пожаданий поспеха в учебе и творчай дейности, натхнений и упевненностей в своих силах, новых открытий, агалонная добра и мира. Бо заховываючи мир на земле, мы спрыяем разведцу науки, культуры и мастатства. Робим нашу краину моцной и квитнеючай. В первую очередь это праздник, который показывает значимость студенчества в нашей стране. Студенчество – это самая активная часть государства. Мы строим будущее, мы развиваемся. Если государство создает поддержку инициатив, то само собой развиваться будет и государство, и общество в целом. Кожную осень у Гомельском регионе назирается рост крадяжов с дачных участков грамадян. Не стал выключением их этот год. Зверо с ней уже зарегистровано, каля 50 таких злочинствов. Причиной большинства из них стала бесклопотность господара у дач. У профилактичных метах супрационники милиции наведали один из дачных кооперативов Гомельского района. Под обязанностью в наступном сюжете. Садоводшее товариство «Тубус» находится побочь за областным центром. Дачный поселок начал будоваться еще в середине 80-х. Об мерах безопасности тогда задумывались мало. Тем часом с годами актуальность проблемы росла. Некольких годов тому за свои гроши члены кооператива обнесли периметр огороджей. Зараз так просто у поселок не зайсти. Проголосовали за то, чтобы периметр закрыть, закрыть на замке, на ключи ворота, раздать вот так, как и получилось. Вот как видите, у нас все это закрывается. Трое ворот, три выхода и все из замка. Люди сейчас, которые тут живут, настолько сейчас к этому относятся как бы добросовестно. За опошние пять годов тут не было ни водного крадежа. В огульном «Тубус» можно лишить становшим прикладом. Хоть и без недохопов не обошлось. На некоторых участках, фактично, в вольном доступе находится майомость, якая может притягнуть злочинцев. До речи, это самая расповсюдженная помылка дачников. Бо все, что застается на участках, потенциальная с добыча злодиев. Особливо у поселках, якие находятся далеко от населенных пунктов, где люди живут постоянно. На безлюдных дачах крадут все. Проникают в дачные участки, в дачные домики, которые не оборудованы на окнах решетками, не укреплены двери, протворуют металл. Продукты питания, одежду воруют тоже. Были такие случаи, что свое оставляли, а одевали более новейшую одежду и уходили. Через неделю, через месяц, некоторые через несколько месяцев приезжают и обнаруживают факт проникновения, хищения имущества. Следы, получается, исчезают уже, и найти злоумышленников уже не представляется возможным. Сучасные технологии позволяют по доступной цене обсталевать участки с родками безопасности. Видеокамеры, сигнализация с использованием каналов радио и GSM, светлодиодные лихтары с датчиками руху и многое иншее. Принциповый момент один. Жадание самого господа оборонить домик у везцы. Руслан Пралясковский, Сергей Нігеревич, телерадиокампанія Гомель. Их это был опошный сюжет выпуску. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждем вам удалого дня. До новых встреч у эфира. Редактор субтитров А.Семкин